Так, уважаемые коллеги, я буду демонстрировать манипуляцию пальпации молочной железы. Обычно пальпация молочной железы производится в теплом помещении, светлом, желательно-естественном, светлом помещении. Но сначала мы узнаем полностью паспортную часть больной, которая приходит, с какими жалобами. После этого устанавливаем хороший контакт и начинаем процедуру. Берем согласие на процедуру. После обработки руки хорошо вымыть и высушив, одеваем стерильные перчатки и начинаем пальпаться. Перед пальпацией просим женщину обследуемой раздеться полностью. До пояса и визуально посмотрим, обращаем внимание на молочные железы. На размер молочных желез, симметричность, на цвет кожи молочной железы, есть ли какие-нибудь образования, выделения из соска. Иногда бывает макромастия, большие молочные железы, иногда бывает микромастия. Но все считается нормой. После этого начинаем пальпацию. Пальпация производится в двух видах. Сначала делаем поверхностные пальпации. Пальпация делается вся грудная клетка. Поверхностные пальпации, начиная с подпичечной и надпичечной области, отдельно с каждой молочной железы, он поверхностно пальпируется таким образом. Потом таким же способом вторая молочная железа, включая подмышечную область. Это поверхностные пальпации. Затем приступаем к глубокой пальпации. При глубокой пальпации, вообще в пальпациях участвует четыре пальца. Большой палец обычно не участвует. Только при сжатии соска участвует. А в основных случаях четырьмя пальцами. Глубокая пальпация, значит, точно таким же способом, с надпичечной области, все участки пальпируются. Как делается глубокая пальпация? Надавливаются пальцы до ребер, значит, глубоко. И потом небольшими скользящими движениями снимается палец. И, в общем-то, ощущается, какие есть образования и так далее. И пальпация делается в двух положениях. Горизонтально и вертикально. Так, обычно, значит, пальпируются правой рукой, левая молочная железа, левой рукой, правая молочная железа. Ну, многие врачи пальпируют как удобно. Какими пальцами, допустим, какой рукой пальпируются лучше. Поэтому это не считается засором, не считается ошибкой. Так, есть два способа пальпации. Это квадратный метод и спиральный метод. Квадратный метод, то, что я уже говорил, значит, делится грудная клетка полностью на условные квадраты. Это с целью того, чтобы не оставить непальпированные места. Значит, и делается вот такие пальпатронные движения. Четырьмя пальцами. Полностью. И с другой стороны тоже самое. Так, а спиральный метод, ну, приблизительно такая же. Но делается спиральное движение каждой молочной железы. Начиная с надключенной области, вот таким образом, спиралевидное движение. И с каждой спиралью, значит, приближается к соску молочной железы. И в последнюю очередь пальпируется орел и сосок молочной железы с обеих сторон. Так, значит, обязательным атрибутом этой пальпации является эта пальпация подмышечной области. Значит, для того, чтобы определить подмышечные лимфатические узлы. Значит, все четыре пальца, значит, вводятся глубоко в подмышечную область. Так. Пальцы достигают до ребер и скользящим движением постепенно. И вынимают пальцы. И определяют пальпируются ли лимфатические узлы. Какие есть узлы и консистенция узлов, сколько, количество, если узнать, и поддвижность определяется. И иногда поверхность. Кладка или поверхность. И в данном случае муляж у нас небольшой, поэтому бонус показать неудобно, а при пальпации женщин, значит, надо попросить, чтобы женщина положила руку на плечо исследуемого врача. Значит, когда будет пальпироваться намного легче. Так. Концы пальпации. Концы пальпации, значит, обращаем внимание на соска. Значит, размер соска, есть ли или нет в выделении, воспалительное явление. Так. И пальпируем полностью сосок. И в конце двумя пальцами, большим и указательным пальцем, тихонько сжимаем сосок и обращаем внимание на выделение. Есть ли выделение, никакого характера выделения и так далее. С этим и заканчиваем пальпацию. Молочные слезы. Углотте дело. Углотте вот здесь. Углотта. Углотте. Углотте единий приuurм. Углотте.